Человек, которого мы помним под именем графа Калиостро, появился на свет летом 1743 года в городе Палермо в семье торговца Сукном. Мальчика назвали Джузеппе Бальзамо, и это, кстати, первая тайна мистификатора, ведь на языке каббалистики Бальзамо означает тот, кто был послан. С кем? Кем и с какой целью был послан в наш грешный мир человек, который по некоторым самым смелым версиям жив до сих пор? Из школы юного Джузеппе исключились за банальной кражи. На семейном совете было решено отправить неуемного отпрыска на перевоспитание в монастырь бенедиктинцев. Именно там он изучил основы химии и медицины. Правда, вскоре юношу выгнали оттуда за мошенничество, чем, впрочем, он и стал заниматься в миру, продавая чудодейственные снадобья и старинные карты с обозначением мест, где якобы спрятаны клады. Когда обман раскрылся, начинающему авантюристу пришлось спасаться бегством и поменять имя. Джузеппе Бальзама превратился в Алессандро Калиостро, присвоил себе титул графа и мотанул в Египет. Именно там, как полагают историки, ему удалось получить доступ к тайным знаниям древних египтян. После возвращения в Италию, псевдограф женился на красавице Лоренцо Филич Яти и вскоре всплыл в Лондоне, где произвел фурор, выращивая драгоценные камни и угадывая выигрышные лотерейные номера. Метание по Европе привели Алессандро и Лоренцо в Санкт-Петербург, ко двору Екатерины II. В России Калиостро прославился такими подвигами, как изгнание дьявола из юродивого Василия Желугина и возвращение к жизни новорожденного сына графа Строганного. А как-то раз граф предложил самому князю Потемкину утроить его золотую наличность с тем условием, что одну треть этого золота он возьмет себе. Григорий Александрович, будучи богатейшим человеком Европы, согласился на это исключительно ради развлечения. Две недели спустя золото было взвешено и подвергнуто анализу. То, что сделал Калиостро с золотыми монетами Потемкина, до сих пор пытаются понять ученые. Но их действительно стало больше, ровно в три раза. Шокированное русское дворянство, тем не менее, обвинило графа в мошенничестве, и ему пришлось спешно покинуть Российскую империю. На прощание Калиостро отчебучил еще один фокус, над разгадкой которого до сих пор бьются его биографы. Записи о пересечении графом Калиостро границ России обнаружились в архивах всех четырех тогдашних погранзаставах. Сделаны они были в одно и то же время, а экспертиза подтвердила, что подпись Калиостро на этих документах сделана одной и той же рукой. Представляете? Жгучий интерес историков вызывает также знаменитое письмо к французскому народу, написанное знаменитым магом в Лондоне. В этом послании Калиостро чуть ли не день в день предсказывает начало французской революции. А когда эта революция свершилась, ее предсказатели арестовали в Риме. Калиостро заточили в замок Сант-Анджело. Начался долгий судебный процесс, в результате которого подсудимый был обвинен в мошенничестве и контактах с бесами. Инквизиторы приговорили его к показательной смерти, то есть к публичному сожжению. Но в последний момент Папа Римский неожиданно заменил смертную казнь пожизненным заключением. Есть письменные свидетельства о том, что сразу после вынесения смертного приговора в Ватикан явился некий чужестранец, который передал Папе Римскому записку, состоявшую из одного единственного слова. Что это было за слово, никто уже, наверное, никогда не узнает. Но, прочитав это слово, Папа Римский тут же принял гостя. А после аудиенции, длившись всего несколько минут, кстати, отдал распоряжение отменить смертную казнь графа Калиостро. Вот так, вместо смерти, 7 апреля 1791 года, в церкви Санта Мария на площади Минервы состоялся торжественный ритуал покаяния Калиостро. Босой и одетый в простую рубаху, стоял он на коленях со свечью в руках и молил Бога о прощении. Для пущего впечатления церковный палач, который должен был сжечь Калиостро, сжигал на площади богатую библиотеку графа, собранную в разных странах и весь его волшебный инвентарь. После процедуры покаяния Калиостро доставили в замок Сан-Лео в горах Марке в Тоскане. Крепость эта в те времена принадлежала Ватикану и служила одновременно и крепостью, и тюрьмой. Графа доставили в камеру в специальном ящике, а камера представляла собой каменный мешок с отверстием в потолке. Заточив Калиостро в этот каменный мешок, церковь тем самым признала, что маг и мошенник на самом деле обладал тайными знаниями, которые могли всерьез подорвать церковный авторитет. В сырой и темной камере Калиостро провел четыре года, за которые его ни разу не вывели на прогулку. Отчего в итоге скончался Калиостро, историки тоже спорят до сих пор. По одной из версий от пневмонии, по другой от яда, подсыпанного в пищу. Когда Калиостро умер, загадки с ним связанные на этом не закончились. До сих пор никто не может отыскать его могилу. Зато даже в наш просвещенный 21 век находятся люди, которые якобы видели его живым и здоровым, то ли в Индии, то ли на Тибете. Продолжение следует...